С детства мечтала, увидела женщину в форуме. На сегодняшний день у меня самое главное задание это посетить ЖД вокзал. Это как бы у нас такой самый, по моему мнению, опасный участок, что мужчины, что девушки выполняем свою работу. Для девушки быть участковым, зайти в тот же самый семейный скандал, разобраться, усмирить дебошира, это тоже многое значит. Я, по сути, считаю себя человеком очень счастливым, потому что я застал еще своих трех прабабушек живых. И первый экспонат, как я уже говорил, в мою коллекцию попадали именно от моих родственников. Вот это кожух моей прабабушки. И он лежал на чердаке у бабушки, и им укрыли расширитель от котла. Не только я, но и все жители нашего Марковичского сельсовета поддерживаем вот это возрождение культурных ценностей нашей местности. О службе опасной и трудной, а также о том, зачем сохранять и развивать культурные ценности родного края, сегодня в программе «Земля наша» поделятся ее герои – сотрудники милиции Татьяна Уланская и Виктор Шибков. На сегодняшний день у меня самое главное задание – это посетить ЖД-вокзал. Это как бы у нас такой самый, по моему мнению, опасный участок, потому что некоторые детки находятся без присмотра родителей, иногда выходят на станцию, сделать селфи. Вот. Ну, как бы нужно это все контролировать. Татьяна Уланская – единственная в Будокошелевском районе женщина-участковая. Родилась в деревне Уваровичи. Когда отец пошел на повышение и стал работать председателем колхоза, семья переехала в деревню Дербичи. Сейчас в этом населенном пункте наша героиня живет уже с сыном и мужем. В должности участкового инспектора работает чуть больше года, хотя о профессии милиционера мечтала с самого детства. С детства мечтала. Увидела женщину в форме. Отец как-то привез меня в город Гомель. И мы… Я сидела в машине, и шла девушка в форме. И фильмы смотрела про милицию. И мне понравилось. Как-то вот с самого детства, даже с первого класса, я решила пойти. Я закончила школу. И даже в девятом классе у меня были попытки поступить в школу милиции Могилева. Я просила отца, он меня возил в город Могилев, в школу милиции. Завел меня к начальнику школы. И начальник школы объяснил мне, что девушек мы берем либо с военным билетом, либо есть высшее образование, либо с 11 классов. Вот отец говорит, убедилась, убедилась, посмеялся надо мной и сказал, ну какой ты милиционер, ну ты же девушка. А я все равно решила пойти. Татьяна от своей мечты не отказалась. После окончания 11 классов поступила на службу в войсковую часть 67-13. Затем училась заочно в Могилевском высшем колледже МВД и работала в исправительной колонии в Гомеле. Я работала на Антошкина контролером. Командир роты Алампиев был у нас такой, хороший командир. Анатолий Иванович посоветовал мне пойти учиться. Я говорю, ну если есть такая возможность, я пойду. И поступила в Могилевский колледж МВД. Получила образование. И он меня заставил перевестись в милицию. Сказала, ну что ж ты будешь все время в колонии? Иди, говорит, получай воинское звание. Тогда в колонии не давали звание. Вот. Ну вот, перевелась к себе на родину. В Будыкошелевское РОВД с 2007 года я уже здесь работаю. Сначала Татьяна Владимировна была инспектором паспортно-визовой службы. Затем посвятила себя семье. Вышла замуж, родила сына. А когда вернулась на службу, в Будыкошелевской РОВД стала участковым инспектором милиции. Больше мне здесь нравится работать. Меня привлекает то, что я общаюсь постоянно с людьми. У меня вот люди на участке проживают разные. И от детей до пожилого возраста. И как бы со всеми я в хороших отношениях. И участок у меня очень хороший, спокойный. У меня, ну, никто не нарушает. У нас как бы цивилизованная страна. У нас преступности практически нет. Потому что все как бы понимают закон. И он всем доступен, закон. Понимаете, это идет больше как на профилактику. Вот мы работаем, и люди это осознают и понимают. Наша героиня говорит, что со своими профессиональными обязанностями она справляется. Несмотря на то, что работа участкового – это больше мужская работа. Нелегкая и ответственная. Но преодолевает трудности Татьяна благодаря своему стойкому характеру. А еще поддержке семьи. Ну, если такие моменты у меня настают, то у меня, конечно, поддержка – это семья. Ну, собираемся вечером за столом с мужем, без детей. И начинаем с ним беседовать. Я рассказываю ему свое, он у меня свое. Посидели, обсудили. Он меня поддержал, я его поддержала. Ну, на этом же жизнь не заканчивается. Принимаем какое-то решение, и все, двигаемся дальше. Мы же молодые еще. У нас маленькие дети, которых нужно воспитать достойно. И чтобы они стали хорошими людьми. Свой день участковая Уланская начинает в 5 часов утра. Ведь нужно многое успеть. В 5 утра подъем, потому что семья. Собираю ребенка в садик. Мужа на работу. А сама за руль и на работу. 37 где-то километров от моего дома и до моей работы. Приезжаю на работу, получаем задания и разъезжаемся к населению. Потому что население нужно постоянно контролировать. Мою машину уже знают на участке. Отдельный контингент людей. И как бы я ее оставляю в начале, а сама и пошла, и пошла по улице. Кстати, участок инспектора Уланской, на котором проживает более тысячи граждан, находится в городе. Это улица за железной дорогой. И самая важная территория, которой наша героиня уделяет особое внимание, это железнодорожная станция Будокошелева. Здесь участковая бывает до пяти раз в день. У нас в Будокошелево имеется аграрно-технический колледж. У нас там учатся студенты. Они иногда спешат домой, перебегают, железнодорожные пути в неположенном месте, бегут, бегут, опаздывают. Иногда в наушниках не слышат даже звука поезда. Всякое бывает. Но как бы у меня на моем участке происшествий, таких связанных, как с травматизмом на ЖД-линии, нет. Я работаю постоянно на профилактику и выступаю в СМИ в местной газете «Авангард». Предупреждаем о том, что опасно переходить. Ну и, естественно, бывают такие граждане несознательные, что переходят. Составляем протоколы, штрафуем. А еще Татьяна Владимировна не просто ответственный работник, но и очень отзывчивый человек. Чтобы удостовериться в безопасности граждан, к некоторым из них, например, пенсионерам, она приезжает лично. Расспросит, как дела, не беспокоят ли какие-нибудь проблемы. Здесь у меня проживает пенсионерка. Она живет одна. Сын у нее один проживает в Гомеле. И дочь живет у нее в Гомеле. А живет она здесь одна. Они ее навещают только на выходные. Я иногда заезжаю к нашим одиноко проживающим пенсионерам. Ну, она не одинокая, у нее есть дети. Но она живет одна в доме. И как бы они у нас более подвергнуты группе риска. И как бы проверяем, спрашиваем, как дела, что, какие, может, вопросы, может, что-то случилось, может, какая-то помощь нужна. Когда дети к вам приедут? Хлопцы мои у Буди живут. И пошли еще дни на работу с восьми до восьми. Главное, не открывайте никому незнакомым. Когда у человека работа в удовольствии, то она приносит и соответствующие плоды. К Татьяне Уланской очень часто люди приходят с благодарностью. Наша героиня говорит, что основное в деятельности участкового – работа с населением. Главное – донести людям профилактическую информацию, найти с ними контакт. Татьяне это удается. Ее с вниманием слушают и люди преклонного возраста, и школьники. Но, как и в любой сфере деятельности, в работе участкового есть некоторые сложности. На каждом участке есть свой маленький негатив. Есть лица, которые злоупотребляют спиртным. С ними особая работа у нас проводится. Таких граждан мы направляем в ЛТП на лечение. С ними нужно работать и работать. Есть обязанные лица. С ними тоже проводится профилактическая беседа. Их мы тоже направляем в ЛТП. Независимо – мужчина, женщина. Наша героиня отлично владеет приемами самообороны и табельным оружием. Но Татьяна Владимировна говорит, что бывают на службе и особые происшествия, когда один в поле не воин. Тогда на помощь к участковой Уланской приходят коллеги. Работает на этой, казалось бы, мужской, не казалось бы, а мужской должности. Но, тем не менее, девушка, будучи, обслуживает участок Будокышлёва довольно-таки сложный в городе. Хотелось бы, чтобы Татьяна дальше продолжила службу у милиции. Повышение ей по службе очередного звания воинского. Она уже, скажем так, довольно-таки длительное время в звании капитана находится. Пожелайте ей всего самого хорошего, успехов в ее нелегкой работе. Кстати, участкового инспектора милиции Татьяну Уланскую руководство района отдела внутренних дел ценит не только как отличного специалиста, но и как хорошего и отзывчивого человека. Со всеми своими функциональными обязанностями справляется. Как человек, как коллега, друг, очень отзывчивая. Никому никогда ни у чем не отказывают. Как по работе, так и в личных каких-то, может, моментах. Безусловно, сотрудник милиции должен добросовестно исполнять служебные обязанности, быть профессионалом и внимательно относиться к людям. От этого зависят и его собственная безопасность, и доверие к милиции со стороны населения. В этом, считает наша героиня, еще и заключается секрет успешной службы человека в погонах. Чтобы понимал людей. Ну и, конечно, поступал по закону. У нас есть девушка в розыске, работает лейтенант милиции. У нас инспектор профилактики есть, тоже девушка в погонах. Инспектор ИДН. Что мужчины, что девушки, выполняем свою работу как положено. Ну, конечно, может быть, уже за пределами, когда мы дома. Тогда да. А на работе нет. Требования ко всем одинаковые. Потому что мы носим погоны. Хлеб де соли, хлеб де соли, высшитый обрус. Хлеб де соли, хлеб де соли, мать и беларусь. Хлеб де соли, хлеб де соли, мы подносим вам. Хлеб де соли, наш поклон дорогим гостям. Вот именно так с хлебом и солью встречают многочисленных гостей Марковического сельского дома культуры Гомельского района. Здесь трудятся представители дружной и большой семьи Шибковых Прокопенко. Для них это не просто творческая работа, а целое семейное дело, которое направлено на сохранение и развитие местных национальных традиций. За последнее время сельский дом культуры получил своего рода второе дыхание. Кроме проведения культурно-массовых мероприятий, тут возобновляют работу ремесленные студии, кружки песней и танцев. Вскоре появится этнографический музей быта. Кстати, в его основе будут предметы из частной коллекции фольклориста и уроженца деревни Марковичи Виктора Шибкова. Интерес к родной культуре появился у нашего героя еще с детства. И, как говорит сам Виктор, местные песни, сказки, легенды ему пересказывали еще и его бабушки и прабабушки. Многое запоминал, потом стал записывать и даже петь. Воспитывался лично я, я скажу за себя, в традиционной, так сказать, манере. То есть традиционная манера заключается в чем? То есть воспитание внуков ложится на плечи бабушек, дедушек именно старшего поколения. И я считаю, мне повезло то, что я еще застал то время, когда бабушки по вечерам собирались на улице, пели песни, пели, плясали после тяжелого трудового дня. А те, кто уже не мог просто-напросто танцевать, они сидели на лавочках и ногами хотя бы это движение эти повторяли. Ну то есть вот в такой обстановке я рос, да, и именно знания наших местных традиций, наших местных обрядов, наших местных верований каких-то, да, я изучал не по книгам, а изучал именно от носителей. В Беларуси я родилась, в Беларуси я живу, кто наших хлопцов полюбит, все равно я оттолкнула. Впитывая такие бесценные знания, он еще мальчиком научился играть на гармошке. И опять-таки не в музыкальной школе, а от местных талантливых гармонистов-самоучек. Я научился играть на гармошке тоже, можно сказать, традиционным способом. Как слышу, так и играю. Вот застал еще, тоже считаю себя счастливым, именно старых наших дедушек, которые играли на гармошке, да, подходил к ним, ну не каждый хотел научить, да, научи. Он говорит, вот я играю, ты запоминай. По сути, вот так вот все эти нагреши, которые у нас игрались, танцы, вот так вот все и отложилось. Родители же воспитывали Виктора и его младшую сестру Ольгу строго, приучая к порядку и трудолюбию. Дети помогали старшим по дому, смотрели за хозяйством. А еще в свое время дедушка научил Виктора косить траву, клепать косу, мастерить грабли. И теперь, глядя на нашего героя, кажется, что он мастер на все руки. И для такого талантливого человека нет ничего невозможного. Как говорил мой прадед, он говорит, внук, надо уметь все, но не всегда все делать. И не показывать, что ты это умеешь. Вот, ну, по сути, теоретически, теоретически я владею информацией о всем, да, ну, то есть, значит, будто там гончарство, да, как, что вот именно, какая глина лучше, как ее там развести, как ее вывести, да, теоретически это у меня есть. То же самое бондарство, да, это изготовление деревянных каких-то кадок, бочек и так далее. Похвалиться чуть-чуть и похвалить себя, то вот такие пояса в технике спрэнг, по крайней мере, в Гомельской области могут делать только три человека. Но если брать плетение пояса именно вот с такими узорами, вот, чтобы делать какой-то геометрический орнамент или еще что-то, то этой техникой владел только я, наверное, в Беларуси единственный. Интерес к народным традициям у Виктора Шепкова особенно проявился во время учебы в школе. Тогда местный фольклор ребятам преподавал педагог-организатор Григорий Тихонович Басов. По словам нашего героя, это был настоящий энтузиаст. Он покорил школьников своей любовью к народному творчеству. Под его руководством ученики пели белорусские старинные песни, разучивали танцы, проводили обряды, знакомились с богатой традицией своей земли. Если, грубо говоря, учаясь в школе, да, у Григория Тихоновича Басова были мысли, чтобы, и они пытались их реализовать, чтобы придать статус историко-культурной ценности обряду, вот, но там в силу некоторых обстоятельств у них это не получилось, то, в принципе, мы довели начатые дела до конца, и сейчас, я считаю, движемся в правильном направлении. Действительно, самым главным достижением своей деятельности Виктор считает включение местного обряда вождения Сулы в государственный список нематериального проявления творчества человека и придание ему статуса нематериальной историко-культурной ценности Беларуси. Было заседание в Министерстве культуры, где рассматривалось, так сказать, наше предложение наших жителей, вот, от Гомельского района нашему местному празднику Сула, который проводится на второй день Пасхи, вот, присвоить статус нематериального историко-культурного наследия Республики Беларусь. Все члены этого совета, они единогласно прорисовали за придание статуса, так что наш обряд уже находится под охраной государства. Если же говорить о личной коллекции Виктора Шепкова, в которой старинная одежда, ткани, бытовые инструменты, гончарные изделия и предметы резьбы по дереву, то по количеству раритетов она претендует уже на этнографический музей. Кстати, отдельные ее предметы наш герой выставлял на многочисленных выставках в Гомеле и Гомельском районе. Надо отметить, что одежда из коллекции Виктора Шепкова используется в различных культурно-массовых мероприятиях, обрядах. При этом некоторые аутентичные экземпляры и, в частности, женские и мужские костюмы деревень юго-восточной части Гомельско-Черниговского пограничья наш герой реконструировал по старинным образцам самостоятельно. Вот это, по сути, частично восстановленный костюм нашей местности. Именно, если его называть уже по-научному, хотя его еще научно никто не описывал, это марковический комплекс традиционной одежды. Он слаживался с верхней одежды ушварка, по-местному называется, безрукавочка и так далее. Это андарак, запаска, то есть фартук. Его отличительная черта та, что у нас, в отличие от всей, всего юго-гомельской области, от Будокошелева, от Добружского района, у нас очень красиво присутствует именно машинная строчка, то есть по-богатому. И также это аппликация различными лентами, различными тряпочками. Что же касается второй части коллекции нашего героя, нематериальной, куда входят песни и частушки, сказки и сказания, поговорки и танцы, то она также довольно велика. А многим из этих произведений народного творчества более ста лет. С целью сохранения этих ценностей Виктор Шибков вместе со своей семьей решил проводить мастер-классы «Вечера традиционной культуры» на базе Марковического сельского дома культуры. Кроме того, в ближайшее время здесь откроется этнографический музей. Из последних, так сказать, приобретений, да, это то, что вот люди, по сути, знают, чем мы занимаемся и отдают то, что им не нужно, вот, то, что им без надобности, но для нас это представляет ценность. Вот за вами стоит сундук, который мы сюда привезли буквально на днях. Казалось бы, ну, ничего такого ценного нету, да, но когда мы его открыли и начали все-таки смотреть внутри, да, была такая традиция у наших белорусов внутри обклеивать все газетой, да. И вот если присмотреться, вот здесь вот обклеена газетой номер 77-73, датируется она 3 ноября 1897 года. То есть, казалось бы, в старом сундуке, да, который не несет никакой смысловой нагрузки, но, тем не менее, такой артефакт, и вот там вот даже можно сейчас посчитать и статью. Интересы нашего героя поддерживает вся его большая и дружная семья – родители, сестра, теща с тестем и жена с детьми. Кстати, у Виктора с его женой Валерией сейчас трое детей, и все они также принимают активное участие в сохранении и развитии местных фольклорных традиций. Кроме того, молодая семья Шибковых уже не один раз становилась лауреатом разнообразных творческих конкурсов. Конкурсы, да, ездим за наград, завоевываем, то я могу сказать, что несложно. Когда в этом живешь, когда этим дышишь, когда это любишь, нам нравится, вот в семье дети, они тоже любят, они ждут. Вот они, когда мы едем на конкурс, они бедные, аж когда мы оденемся и пойдем уже на сцену, то есть вот так вот у них. Поддержку многим начинаниям нашего героя в свое время оказала и его теща Галина Прокопенко. Ее деятельность, кстати, напрямую связана со сферой культуры. Вот это сцена наша, да, где у нас проходят вечерины наши, которые будут у нас уже проводиться именно традиционно. Да, здесь у нас, вы видите, наши костюмы национальные, это наш строй костюмы, да. Ну, это, не знаю, стол за столье наше, да, куда мы приглашаем своих гостей. У нас это семейная традиция, мы это делаем все семьей, я бы хотела на это, наверное, больше уклон сделать, потому что, мне кажется, это самое важное, когда работает семья, когда семья поддерживает друг друга, потому что вот у нас очень много вперед идущих планов, да. И у каждого уже есть какие-то свои, так скажем, обязанности, да. Оказывать поддержку в развитии и сохранении местных народных традиций культуры намерено и руководство Марковичского сельского исполкома. Не только я, но и все жители нашего Марковичского сельсовета поддерживаем вот это возрождение культурных ценностей нашей местности. Уже наш обряд СУЛА получил нематериальные ценности, как историко-культурное наследие. Это говорит о многом. Я думаю, что это заслуга в первую очередь Виктора Шибкова. Я его всегда поддерживала и поддерживаю. Значит, этого молодого человека я знаю очень хорошо, потому что это одноклассник моего сына. Я вот с таких лет видела, чем он занимается. И вот интерес у него к народному творчеству, к возрождению вот этих местных традиций, он шел с детства. А это второе важное направление в жизни нашего героя – служба в милиции. О ней он мечтал с детства. Тогда еще совсем маленький Витя очень хотел быть похожим на своего прадедушку, который служил советским милиционером и изредка приезжал в белорусскую деревню Марковичи из России. Теперь, говорит наш герой, две, казалось бы, на первый взгляд, несовместимые сферы деятельности, наоборот, дополняют друг друга, а иногда и помогают решать сложные ситуации на службе. Сотрудник уголовного розыска Шибко Виктор Владимирович, слушаю. К любой задаче нужно подходить творчески. Я бы сказал так. Потому что творчество, оно поможет в любой профессии, в любой ситуации. Если где-то подойти к человеку, спросить в лоб, как говорится, человек испугается, замкнется в себе. И не будет того желаемого результата, который ты бы желал получить от общения с этим человеком. А если подойти к этому творчески, как говорят по-еврейски, сдалека, то, я думаю, все получится. Редактор субтитров А.Семкин